Всем привет! С вами Виктория Диденко и ее пассифлорки. В этом видео хочу рассказать о том, как укоренять пассифлору. Пассифлора легко укореняется в воде и в грунте, но большая часть сортов. Есть, конечно, сорта, которые сложно укореняются. Например, пассифлора росимоза укореняется иногда у меня до полугода. И в хорошем случае укореняется. Но летом пассифлоры укореняются намного легче, потому что тепло. Это все-таки южные растения. Ну, как видите, вот эти пассифлоры у меня укорененные в воде. У них достаточно хорошие корни образовались, даже уже переросли. Уже давно мечтают, чтобы я их посадила в грунт. Ну, перед вами вот летучая мышка. Вот у нее, видите, вот такие уже корешки. Укореняла я вот один узелок. Получается, тут тоже был листик. Для того, чтобы укоренить эту пассифлору, мне пришлось пожертвовать одним листиком. Оторвала листик. И вот, получается, наверное, листик вот тут вот все-таки был. Вот, значит, и вот отсюда пошли корешки. Некоторые пассифлоры у меня уже дали новый рост. Я же говорю, что я уже, конечно, их передержала. Ну, вот взять вот эту, например, летучую мышку. Сейчас вытащу. Их все равно уже сегодня я буду садить. Сажу я потом их в стаканчики небольшие, где-то 200 грамм. Ну, а потом уже со временем переваливаю в горшочки в зависимости от сорта. Ну, тоже сразу большие горшки никогда не сажу. Ну, вот уже укоренялся один узел, а это уже пошел, видно вам, пошел вот новый ростик, новый листик. Вообще, у летучей мыши взрослого растения листья бывают до 21-22 сантиметра. Очень большие красивые листья, кожистые такие. Ну, это маленькие листики. Естественно, питания тут в воде никакого нету. Ну, она потом потихоньку, когда ее посадишь, она пойдет в рост. И потом большие маточные растения будут выдавать крупные листья. Вот видите, с маточного листа, вот с маточного куста вот такой вот листик. Значит, а тут еще затесалась у меня пассифлора сунбурст. Тоже уже пошел новый ростик. Он такой бледненький, потому что растение стояло у меня на стеллаже, вот в стакане с водой. Там света недостаточно было, поэтому вот такой вот слабенький новый рост. То есть, такое оно. Видно, что пассифлора все-таки южное растение, ей нужно хорошее освещение давать, и там освещение не очень. Ну, вот такие вот уже корешки пустила. Укоренить пассифлору в воде достаточно легко. У меня это получается легко в те моменты, когда нет желания садить. Если бы я посадила в грунт, не факт, что у меня бы все бы это укоренилось. А тут мне было лень садить. Я нарезала черенки, ну, и с целью формировки растения. То есть, я старый куст хотела обновить, поэтому я постригла его. Вот, и получилось так, что, значит, у меня укоренили все черенки. То есть, я не сильно, как бы, когда более такой ценный экземпляр какой-то, и ты над ним трясешься, не всегда он укореняется. Эти, как бы, легко укоренились. Вот, от сухости воздуха чуть-чуть кончики листиков коричневеют. У нас очень жарко сейчас. Значит, в воде укоренить пассифлору очень легко. Срезаете буквально несколько узлов, один-два узла. Ну, летучая мышь, мне как-то жалко было два узла срезать. Я и так, смотрите, срезала, можно сказать, два узла, один листик отрезала. Отрезала, потому что в этой части, там, где был лист, вот этого междоузля, и у нас образовались корни. Корешочки. Вот, то есть, смотря какой сорт. Если у вас сорт, который такой сильно облиственный, тогда срезаете три узла. Вот, у последнего узла обрезаете листики снизу. И ставите воду. Ставила я воду, никаким пакетом я не накрывала. Вот так вот они у меня постояли, буквально уже на третьей неделе дали корни. Очень легко укоренились эти пассифлорки. То есть, в воде никаких сложностей, особенно летом, с укоренением пассифлор, многих сортов, сложности нет. То есть, это достаточно легко укореняемые растения. Ну, вот такой вот мой опыт. Надеюсь, он был полезным. Очень много статей про пассифлоры есть на нашем сайте. Пестик нет. Пожалуйста, заходите. Можете подписываться на мой канал. Будет много видео про пассифлоры, потому что я страдаю за ними. Мне нравятся эти растения. У меня много в коллекции их. И поэтому, как бы, есть опыт по их выращиванию. Ну, на этом буду заканчивать. Всем пока!